Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. В режиме диалога городские власти на встрече с жителями Семчина определились со сроками строительства школы. И так сойдет. Следователи передали в суд дело о халатности в управлении капстроительства при возведении спорткомплекса. Точно в десятку. Офицеры ВДВ выявляют лучшего в зимнем троеборье. Как прекрасен этот мир. В художественном салоне выставлены работы 25 рязанских художников. Большой выездной встречей с жителями микрорайона Семчина ответили городские власти на их видеоролик, где горожане попросили построить им свою школу. Сразу скажу, школе быть управлением капитального строительства подготовлен проект школы на 1100 мест. Об этом заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина. О сроках начала строительства расскажем далее. По последним данным, наша школа будет построена, возможно, в 2024 году и то при привлечении денежных средств. Это видеообращение жители Рязанского микрорайона Семчина навело шороху в соцсетях. Посмотрела его и глава администрации Рязани Елена Сорокина. И сразу же выехала на встречу с местными активистами. Я за прямой диалог, заявила она. В этом обращении и боль, и эмоции, и ощущение некой обманутости, обманутых ожиданий. И я понимаю наверняка, откуда это проистекает. Когда вы покупали все квартиры в этом новом микрорайоне, вы на картинках видели одно и вам обещали. В итоге получили другое. И отсюда, может быть, проистекает это ощущение обманутости. Как и когда, два самых важных сейчас вопроса у жителей Семчина. Понятно, что от обращения к президенту деньги просто так в бюджете не появляются. Но городские власти на главный вопрос, будет строительство или нет, в принципе, ответили утвердительно. Два проекта от города будут точно. Это школа в Семчине на 1100 мест и детский сад на 224 у нас получился. Я сказал вам на 220, я помню, получилось на 224 места. Они точно будут. Они есть. Появились в конце 20-го года. Самое сложное – это найти деньги на то, чтобы реализовать проекты. Эти деньги в 22-м году будут. Будут. В возведение школы городские власти рассчитывают передать федеральному концессионеру про школа. Концессия – это форма государственно-частного партнерства, когда объекты коммерсанты возводят под госгарантией оплаты. Главное – проект уже есть. Блок начальных классов, он выделен в отдельный. То есть с 1-го по 4-й класс учится в отдельном блоке. Второй блок – это административно-хозяйственный блок. То есть там административно-хозяйственные кабинеты. Там столовая, там актовый зал на 650 мест и библиотека. Впрочем, школа и детский сад – лишь часть нужных Семчино-инфраструктурных изменений, включая новую асфальтированную дорогу, автобусные остановки и освещенные пешеходные тротуары. Эти позиции Елена Сорокина тоже обозначила как задачу для властей на ближайшее время. А пока алгоритм действий следующий. По строительству школы уже весной должен активизироваться концессионер. По детскому саду в Семчино все движения власти начнут в феврале-марте с выходом на контракт в апреле. Срок возведения – до 25 ноября. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса. Халатность обнаружили в работе специалистов управления капстроительства. Подробности прямо сейчас. Кому спорт, а кому выгодная сделка. Видимо, так думала экс-сотрудница областного управления капитального строительства, закрывая глаза на ход работ. Эта история началась в 2019 году. По федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» госпрограммы развития физической культуры и спорта, Рязанская область получила субсидию, в том числе на возведение спорткомплекса. Место видное на улице Зубковой. Нынешняя обвиняемая на тот момент работала специалистом отдела строительного контроля управления капитального строительства. Осуществляя строительный контроль на строившемся объекте физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Зубковой в городе Рязани, не произвела должным образом обмеры и сверки, и не выявила несоответствия фактически выполненных подрядчиком объемов работ и установленного им оборудования, проектной документации, а также объемом работы оборудованию, указанным в акте приемки выполненных работ. В результате указанных действий управлением капитального строительства Рязанской области были приняты и оплачены непроизведенные строительно-монтажные работы и не установленные подрядчиком оборудования. Невыполненных подрядчиком работ накопилось аж на 2,5 миллиона рублей. А это уже особо крупный размер. Рязанские исследователи собрали достаточную доказательную базу. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Со снайперских дуэлей стартовал сегодня в Рязани чемпионат ВДВ по зимнему офицерскому троеборью. Все российские части и соединения десантников прислали 116 бойцов. Теперь 11 команд за три дня определят лучших в плавании, лыжной гонке и стрельбе из пистолета. Нюансы снайперской подготовки далее. 5 пристрелочных и 20 выстрелов в зачет. Офицеры ВДВ стрелковые упражнения выполняют без учета времени. Поэтому выцеливают тщательно. Результат подхода напрямую влияет на распределение мест. Лучше, конечно, выбить 1000 баллов. Это около 90 очков. Сейчас необходимую сумму еще набирают. На рубеже Руслан Евдокимов. Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Стрельба из пистолета Макарова разделена на три вида. ПМ1, ПМ2 и ПМ3. Различаются они только количеством пристрелочных попыток и тех, что идут в зачет. Марина Шалимова выполняла как раз первое упражнение. Три пристрелочных и 10 в зачет. Признается, что своим результатом недовольна. Хотя в общекомандном списке показатель вполне сносный. Мария участница команды ВДВ по армейской тактической стрельбе, которая стала ни много ни мало чемпионкой мира по этому виду спорта. Поэтому к своему результату весьма придирчиво. Статус обязывает. Стрельба. Казалось бы, вот ты стоишь, и тебе что нужно сделать? Только поднять руку и нажать на спусковой крючок. Нет, это очень, это самый трудный вид. То есть, мы сейчас, это трое, более три вида. То есть, будет стрельба, плавание и лыжная гонка. Из всех видов я считаю, что стрельба это самое сложное. Хотя, в принципе, ты просто стоишь, ты просто скидываешь руку, и ты просто нажимаешь одним пальцем на спусковой крючок. Самый трудный. Победители попадут в сборную ВДВ по стрельбе из штатного оружия. А выбор будет непростой. По словам судей, показатели у всех близкие. Бьют кучно. В действительности, команда ВДФ является на протяжении последних десятилетий одной из сильнейших вооруженных сил. И на данный момент, после первых двух смен, уже есть результаты по тысячу баллов. Это очень высокий результат. Спустя сутки новый этап. 11 команд будут соревноваться в плавании в бассейне. Потом лыжная гонка. Победители зимнего офицерского троеборья примут участие в чемпионате ВДВ, который пройдет в Костроме через месяц. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Инновационные мобильные приложения, бесконтактное пересечение границ, умные номера в отелях, повсеместные QR-коды. Похоже, путешествия больше не будут прежними. То, что раньше казалось мечтами или кошмаром, становится реальностью. Ковидные сертификаты для путешественников теперь столь же важный документ, как и загранпаспорт. Без них зачастую не попасть ни в гостиницу, ни в ресторан, ни в торговый центр. Многие страны для невакцинированных закрыты. Да и не во все российские регионы стоит ехать без прививки. Еще летом авиакомпания Emirates, одна из первых в мире, ввела цифровые паспорта с информацией о здоровье путешественников в мобильном приложении и начала использовать их на рейсах в Москву. Многие авиакомпании идут дальше. На континентальных рейсах Austrian Airlines, Lufthansa и Swiss применяют уже зарекомендовавшую себя посадку и высадку по группам, за исключением путешествующих семьями. Сначала на борт проходят пассажиры с местами у иллюминаторов, затем те, кто сидят посередине, и потом у прохода. Согласно отчету, к 2024 году одним из приоритетов станет значительное увеличение расходов на цифровизацию. Большинство авиакомпаний и аэропортов в 2022 серьезно потратятся на автоматизацию пассажирских перевозок. В частности, инвестируют в развитие цифровой системы проверки здоровья через мобильные приложения авиакомпаний или с помощью киосков самообслуживания. Гостиницы также приспосабливаются к новой реальности. Возможно, в будущем нас ждет бесконтактное заселение. Кроме того, путешественникам придется заранее предоставлять все справки о вакцинации или ПЦР-тесты. Еще один тренд – смарт-номера с голосовым управлением, умными системами безопасности и распознавания лиц. С помощью облачных хранилищ отельеры собирают информацию о клиенте и заранее настраивают комнаты под каждого. Во время пандемии туризма путешествия стали настоящей потребностью. Желание съездить куда-то, посмотреть новые места настолько сильное, что побуждает обходить даже самые сложные препятствия. При этом, несмотря на дополнительные ограничения из-за микронштамма, активно развивающиеся виртуальные путешествия все же вряд ли заменят реальные. А вот презентация таковых точно реформируется. Если несколько лет назад путешественники, собираясь в поездку, листали бумажную брошюру, то сейчас скроллят страницы в интернете. Следующий шаг, считают эксперты, VR-презентация, которая однозначно вызывает более яркие эмоции. Уже есть интерактивные AR-карты. Можно создать собственный гид, причем сделать его вполне реальным персонажем. Например, если вы собираетесь в Тулу, почему бы лично не встретиться со Львом Николаевичем и не прогуляться с ним по Ясной Поляне? Такие технологии позволят увидеть разрушенные храмы, здания и улицы до реконструкции. По словам экспертов, это возможность оказаться в любом месте в любое время, если нельзя поехать туда физически. Плюсовую температуру стоит ждать только в третьей декаде марта. Тогда же начнет сходить снег. Об этом сообщает гидрометцентр. Синоптики отмечают, что в первой декаде марта снежные сугробы достигнут максимальной высоты. В зависимости от региона, разумеется. На юге России, например, будут наблюдаться короткие периоды потепления, так называемые февральские окна. Художественный салон на Старом Перекрестке уже своим романтическим названием обещает, что, переступив порог, вы окажетесь в особом пространстве. И каждая выставка в этом маленьком зале наделена шармом и аутентичностью. В этот раз спонтанное собрание в одном зале работ от 25 рязанских авторов нацелено вдохновить людей на мечты и радость в непростое время эпидемии. Довольно маленький экспозиционный зал, но очень большая и важная задача. Очередная волна коронавируса нагоняет уныние даже на самых жизнерадостных. И что, если не искусство, способно в такое трудное время напомнить каждому загрустившему о прекрасном мире? Настоящая такая артистическая художническая работа – это служба, в общем, сродни службе. То есть надо все время быть начеку, все время видеть цвет, все время слышать какие-то красивые звуки, если это музыкант или композитор. Поэтому, в общем, те, кто имеет отношение к искусству по-настоящему, они никогда не отдыхают вообще. Это постоянная работа, творчество, но она и удовольствие, и радость, и в то же время и служба, и она непрерывна. Перерывов или выходных у нас не бывает у художников. В этом смысле каждый человек искусства действительно работает неустанно и именно сейчас выполняет важную задачу. Здесь, в салоне, сегодня яркие работы, от которых веет теплым весенним ветром и пахнет травами. С них светит солнце и теплится рассвет. Участие в выставке приняли признанные известные рязанские мастера. Виктор Грушиновицкий, Виктор Корсаков, Надежда Блинова, Олег Потапов, Максимилиан Пресняков. Их авторский стиль узнаваем. Постоянные посетители выставок и любители искусства хорошо знакомы с творчеством этих мастеров, за плечами которых десятки персональных выставок. Но особенность этого пространства в том, что здесь может быть все. И рядом с картинами известных художников на этой выставке работы тех, кто выставляется впервые. Моя мама, ей 75 лет, в этом году будет. И она впервые участвует в выставке. То есть она представляется как самостоятельный художник. Днила Алексеевна, между прочим, была. Днила Алексеевна. Я очень благодарен. И Линия за то, что она предоставила такую возможность. Воспитавшая художника Дениса Чернова, женщина призналась, что всегда мечтала рисовать. Но как-то все было не до этого. В душе я, можно сказать, художник. С детства я чувствовала прекрасно и стремилась к этому. Но жизнь повернула так, что я воспитывала детей, внуков. А вот сейчас уже более свободно я занялась тем, что немного приложила свои усилия к прекрасному миру. Вот одна из моих работ. А в основном я графикой. Это с детства. Вот помогала сыну. Воспитала сына художником. Пример Лидии Черновой показателен. Начать никогда не поздно, особенно если в мире видишь больше прекрасного, чем наоборот. Цветы, как всегда, каждая женщина любит. Но и прекрасные лебедей люблю очень, зверей люблю, лошади очень люблю. Ну вообще все прекрасное, кажется. Идешь, вот кажется, по улице, солнышко светит, трава зеленеет, цветочек такой хороший. Я с детства как-то стремилась к детей. Вот смотри, не рви, не бросай. Ну вот, как могла вот. Ну каждый человек, я думаю, в душе все равно прекрасные чувства у него есть. Посмотреть на картины и рисунки и вспомнить, как прекрасен мир вокруг, несмотря ни на что. Хорошая попытка справиться с гнетущими обстоятельствами. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова